Христос посреди нас, мои родные, любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе, усовершаться в познании Его, возрастать в любви и вере, или уповании в любви и вере. Ну а познавать свое стяжание мы можем простым способом, по плодам, по плодам Духа. Испытываем ли мы от этих дел любви радость, исполняемся ли любовью Божьей сами, чувствуем ли любовь Божью, испытываем ли радость, ощущаем ли мир в душе, появляется ли у нас желание долготерпеть, если нас обижают, то есть мы же жертвенной любви, делами подвязаемся. Появляется ли от нас желание что-нибудь ущемить себя, отвергнуться себе, чтобы воздержаться и поделиться с ближним, чем-то своим, что-нибудь от себя отодрать, исполняемся ли благости от этого, возрастает ли или увеличивается ли у нас кротость, то есть невозношение, когда нас хвалят, и необидчивость, когда нас поносит. Христос посреди нас, Он живой, есть и будет, Он всегда с людьми, всегда в бытие, ибо мир им живет и движется и существует. Он альфа, омега, первый и последний, начало и конец. Бог всячески во всем. Ну что, с Господом, с нашим Иисусом Христом я предлагаю разобрать такой вопросик, как богословие, такое великое, страшное слово для всех простых, невежественных христиан. На самом деле, все это ерунда, все это богословие так называемое. Я вам скажу свое мнение, что это слово Иоанн Богослов, прозвище чудного, любимого мной очень апостола, на самом деле дано в насмешку нам, над нами, что ли. Потому что это единственное, особенно послание, ну ладно, Евангелие, я вам уже говорил, и Евангелие от Иоанна, она точно так же не отличается все равно от синаптических и имеет повествовательную форму о жизни и учении Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому там, конечно же, Иоанн Богослов все равно касается жизни Христа, когда Он ходил, ну и естественно, изрекал Он все не только прямыми словами, но и притчами, символами, образами. И, в общем-то, Иоанн Богослов, не отходя от общей традиции написания Евангелия, ибо писал его последним, вынужден был тоже все это применять, да. Но вот его чудное послание, первое послание Иоанна Богослова, я уж молчу о вторых и третьих, это обычные месседжные записки. Приду завтра, любите друг друга, все будет отлично, не хочу вот именно писать, как я всем говорю, кто меня знает, я ненавижу писать там эти сообщения. Но, говорит, люблю общаться лицом к лицу, да, и когда приду, все расскажу, все пообщаемся. Вот у меня это очень тоже близко, я не люблю там километровые сообщения писать, люблю общаться вживую, если уж нет возможности по скайпу. Но если уж нет возможности, кто знает, я люблю там голосовыми сообщениями где-нибудь, где позволяет платформа там соцсети или что-то отвечать. Ну а уж, конечно, крайний вариант это сообщения, вот. Ну и то, большие сообщения пишу только с теми, с кем единодушие, единомыслие, а спорить, конечно, в сообщениях или там что-то я не практикую, почему и комментарии в сеть на ютубе, особо там считаю, по большей части глупостью, так много там не напишешь. Вот, мне кажется, там надо писать либо хорошее, либо не писать вообще ничего, от того, что ты там пытаешься что-то выяснить, это все ерунда. Вот, и поэтому, конечно, когда мы возьмем послание Анна Богослова, не знаю, там лишь один символ в самом начале, Бог есть свет. И то он потом, помните, или сейчас мы не будем это читать, когда он и говорит, что пребывающий во свете любит брата, а нелюбящий пребывает во тьме, да. Сразу начинает раскрывать, что свет, он подразумевает образ любовь. И вначале, как бы, я говорю, единственный символ дал, и все. И потом уже говорит прямо, что Бог есть любовь, пребывающий в любви, в Боге пребывает. И вот оттуда мы и начнем. И, по сути, все послания, вообще все Евангелие, все бытие в простом смысле. Бог благ, Бог есть, Бог благ, человек сотворен, он зол или может быть злым. Поэтому, когда человек это делает, что надо сделать? Какой мы слышим призыв в начале всего благовестия? Покайтесь, не креститесь, а покайтесь сначала. И опять не креститесь, а сотворите достойные дела покаяния. И опять не креститесь. И уверуйте в Евангелие, во Христа, сущего над всем, благого Бога, любовь, всего видимого и невидимого, пришедшего во плоти, явившего свою любовь на кресте и воскресшего, чем явил, что эта любовь – свое божество, и что эта любовь – имя именно Бога, и сущность и природа Его. Все. А только потом крестись. Покайся, что ты нягнец непорочный. Сотвори достойные дела покаяния. Покаяние проявляется точно так же делами. А то вот вера, мы оправдываемся только верой. Да нет, нам даже заповедано еще до веры покаяние свое деятельно проявить. Покаяться и сотворить, хотя бы от грубятини отлипнуть. Да, Бог тебе божественные свои силы вернет тебя в состояние Адама, где ты будешь светлым и непорочным. Не нужна будет тебе ни одежда, ни листочки для покрытия ноготы. Ничего. Ты будешь светлым, чистым и открытым, и святым. Но вначале ты должен тоже что-то сделать, хотя бы от грубятини отвалиться. Тем самым Богу явить достойно, или, то есть, деятельно показать, что ты действительно желаешь этого. А не так, на словах только на диване лежа, как некто негде говорил, с бокалом в руке и сигарой в зубах богословия. Как он, кстати, как раз именно к богословию говорил, обличая всяких таких вот диванно-англиканских книжников. Мне почему-то всегда Англия представляется, какой-нибудь такой сидит в старом дремучем английском кресле, покуривает, размышляет о том, кто такой Бог. Помните, это картинка, где обезьянка на череп смотрит? Я там про семинарию, когда ролик записывал. Вот так и с этим посланием. Это же насмешка, что это какое-то богословие. Какое там богословие? Вот там то же самое начинается. Мы его все-то не будем читать, я не хочу специально. И то, что мы вырвем, не будет вырвано из контекста, потому что, вот именно, я говорю, это все кратенько. И вот эти пункты, которые я перечислил, они актуальны всегда для всего Евангелия, как схема, для посланий, даже апостольских, которые вроде бы написаны адресно, конкретно церквям. Порой там много бытовых проблем пытается Павел решить в свете Нового Завета. И все равно он практически очень часто выдерживает эту схему. Сказать о сущем благом Боге, о падении человека, о том, что надо уверовать, сотворить достойные дела покаяния, креститься, то есть принять Бога. И дальше его вкушать упованием и любовью к ближнему. Ибо это образ креста и воскресения. Все. И вот в Евангелии Богослова то же самое. И нет уже, я говорю, кроме вот этого первого символа, когда он говорит, Бог есть свет, да, в пятом стихе. И нет в нем никакой тьмы. Все. Потом все идет прямым текстом. И смысл опять простой. Человек, кто говорит, что он не согрешил, там, то есть вот грешник, признаюсь. Потом говорит о вере, как всегда. И потом о любви. И кончает воскресенье. Только там о Христе нет повествования. Там как бы идет вот именно такая проповедь, можно сказать, назидание, как угодно назовите. Он не говорит, он не повествует о Христе. Он потом написал свое как раз тоже Евангелие в этом духе. А послание не говорит о жизни Христа. Она говорит как бы об учении. Послание раскрывает учение Христа. Причем уже людьми, так скажем. А Евангелие – это именно жизнь и учение уже Христа словами самого Христа. Послание уже словами людей, так скажем, познавших Христа. И вот с третьей главы, с 11 стиха, это главы, вы не обращайтесь, что я с 11 начинаю стихать. И это не вырывая. Потому что главы там каждый как хочет лепил. И с первых времен, я говорю, кто интересовался, исследовал этот вопрос. Там как только не делили. А уж послание вообще никаких глав не делили. Они там на пергамент даже помещались. Особенно такие, как Иоанна Богослова, коротенькие. И Павла были коротенькие. Да и те же сам Петра. Их никто там ни на что не делил. Потом стали делиться вот именно для этого, чтобы было удобно там исследовать как-то друг другу, обращать внимание на какие-то места более конкретные. И делили по-разному. Там менялись цифры все время. И больше, меньше. И причем стихов вначале вообще никаких не было. Хотя там были абзацы такие. Ну, в общем, там разные формы применялись. Поэтому я-то делю тоже духовно. Как мне сейчас, мы же начнем с конкретного места. Потому что до этого он говорит о вере. И опять возвращается после веры, конечно же, человек начинает жить в любви. И вот как раз там, ну, конец четвертой главы совпадает. А начало мы не будем сначала третьей главы читать, а прочтем с одиннадцатого стиха. Потому что оно так и начинается. Ибо таково благовестие, благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. От какого начала? В раю человек Бог сотворил, сказал, возделывай и храни. Что возделывать? Точнее, что внешне, конечно, тяпочкой надо было работать. И причем просто человек не утруждался, ибо труд тоже доставляет радость. Он просто не страдал от этого труда. Видимо, испытывал блаженство. Но это образ духовный, это возделывание в любви. Рай и сердце своего, посреди которого древо жизни, Иисус Христос. То есть взращение этого дерева, которое дает тебе плоды. Любовь, радость, мир, веру. Кого-то сделал, терпение и так далее. А что это не я толкую? Я почему с ним говорю, вы читайте внимательно. Он дальше ссылается-то для чего? А не так, как Каин. Сразу же к Каину отсыл идет. А Каин-то откуда появился? Вот от Адама они спали, и Каин проявил свою первую нелюбовь к ближнему. Взял, убил брата. То есть, естественно, от начала, Иоанн Богослов говорит, что Бог-то от начала неизменен. Он говорит, он есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Что означает нет никакой тьмы? В нем нет никакой перемены. Бог, что в начале строил мироздание, и закон бытия для человека, и заповедь для человека жизни, или закон жизни. Один был любовь друг к дружку. Все. Нет другой заповеди. И уповать на Бога. Благодарить его за все. Ибо он это все создал для тебя. Он творец, а ты должен прийти в меру благодарного потребителя, сына Божьего. Все. Больше тебе ничего не надо. Да и вообще в сына хотя бы. Адам-то вообще отрехся, как бы так скажем, от Бога. Поэтому вот мы читаем, что это благовестие. Иоанн Богослов как бы раскрывает всю историю. Весь тебе Ветхий Завет, который тебе не надо читать. Тебе Иоанн Богослов в два предложения уместил. От начала благорестования, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведные. Да? То есть убивай тот, у кого дела злые. Если ты убиваешь сам показатель, что ты в душе, у тебя чего. А то я вот патриот, я пошел голову рубить. Да в тебе в самом похоть живет. Ты на самом деле всех ненавидишь. Это только иллюзия, что я там иду. Да никто никогда, человек святой, никого убивать в жизни не будет. Он отдаст свою жизнь и все. Положит ее за ближнюю. Он не просто так отдаст, да, а положит ее за ближнего. Он просто первый пойдет на передовую грудью вставать или спиной, как угодно. Это не имеет уже значения. Как ты загородишь ближнего или спиной или грудью. Все одни и те же слова. Поэтому тот, кто человек ненавистник, это его отец, известно кто. Кто человек убийца от начала, лукавый, дьявол, сатана. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. А кстати, брат, я уже говорил вам, слово-то не просто так. Это не брат, который вот мне прям тут брат родной или даже во Христе. Да нет. В Каине Авеле мы все братья. Их всего двое было. Это в образе, в духовном читается, вот именно люди злые и люди добрые. Он говорит тоже, дела его были злые, а дела добрые. Мир черно-белый как бы. Есть зло, есть добро. Мы все, как мы в Адаме все. Это же образы не потому, что я так хочу. Да сам Павел, сами апостолы нас учат так образно мыслить. Когда говорят, что в Адаме мы все умерли. Ну что мы в Адаме что ли умерли? Нас и не было там. Но мы все в его семени. Мы же, кстати, все семьи Адамова. И безусловно, Бог нас от одной крови. Мы все его кровь. Мы все родственники. Павел сколько раз об этом говорит. Он приходит Афининым проповедовать в Ариапах и говорит. Бог всех, Бог, не только иудеев, но и язычников. Говорит, мы все, Бог нас от одной крови произвел в мир. Это нормальные слова проповеди, это так и есть. Поэтому я вам ничего не толкую. Это образ, конечно же, в Кае-Нявеле. Хотя я вам говорю, что их нет образов. Но они какие образы-то? Для недалекого человека тут и супер каких-то шарат-то нет. Понятно, что в Кае-Нявеле это все человечество. И на земле еще никого не было. Кроме Адама с Евой. Но они-то произвели первый род человеческий, так скажем. Вот, поэтому мы все одни злые, одни добрые. Поэтому брат имеется в виду ближнего, как в Евангелии Господь сказал. Всякий ненавидящий, как будто Иоанн Богослов Евангелие не знал. И мы как будто его просто не знаем. Мы же не можем читать даже послание, когда нам уже Евангелие оставим. Господь сказал, люби Бога и ближнего. И мало того, что его специально спросили, кто такой ближний. И как он хорошо рассказал. Что это даже не то, что не брат. И не то, что любящий тебя, или какой человек хотя бы не творящий тебе зла. Это самарянин, которого ты ненавидишь. Который еретик, богохульник и вообще мерзость. Вот кто мой ближний оказывается. Поэтому как мы будем тут брат читать, как будто Иоанн Богослов для братьев пишет. Нет, конечно. Всякий ненавидящий, братцы, есть человека-убийца. Ненавидящий даже человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца, никакой. Не патриот-человек-убийца. Не этот, как он там назвать его, кто в крестных походах-то. Не инквизитор-человек-убийца. Оправданно. Все не имеют жизни вечной, в нем пребывающей. Кто человек-убийца? Нет в нем никакой жизни. Нет никакого кроме, как в Матфея там понаписали, понаприписали. Кроме вины и прелюбодеяния. Не гневайся напрасно. Да и вообще нельзя гневаться. Кроме. Да не кроме. Разводиться Бог сказал, что человек Бог сочетал, человек да не разлучает. Без всяких кроме. Он сам говорит. Сами эти приписки, сами себя обличают. Любовь познали мы в том. В чем мы любовь-то Божью познали? В кресте Господнем. В том, что он положил, положил. Он не с пистолетом ее ложил, и вот так все-таки десятый его застрелил. Он просто взял и отдал свою жизнь. Он сказал, мы Евангелие помним. Я говорю, здесь нет. Я вам почему? Я вам ничего не толкую. Я вам просто параллельно Евангелие еще вспоминаю слова Евангелия. Жизнь и учение Иисуса Христа. Он взял и сказал, что никто не может мне взять жизнь. Я ее сам добровольно отдаю. И мы видим, как ему все было покорено. И природа, и бесы, и люди. Он просто им отдал себя в руки, когда пришло время, чтобы явить нам свою любовь. Чтобы мы ее познали. Все, ничего сложного. И мы поэтому познаем любовь в чем? В кресте Господне. Во все его благодеянии. Благодеяний тоже от начала. Как он мир создал. Как вел нас в этот мир. Как он все это до ветхом заветном человечестве промышлял о нас. Все были счастливы, любили, женились, выходили замуж. И рожали детей. Что-то ни у кого чрево у грешников, у всех на свете не закрывалось. И в последнее время явил делами. Какими делами-то чудными творил добро. Он даже бурю украшал только для того, чтобы спасти им жизнь. Потому что они сказали, погибаем. Он не просто так сидит, так гора там налево, направо сидит, фокусы творит. Нет. Когда эта буря угрожала жизни человеческой, то есть несчастью человеческому, Господь всегда рядышком. Все. Когда Павел только тонуть стал, Господь ему помогал. Он все время являл свои дела делами любви к человеку. И делал это дело любви, силой Божией. Для славы его. Себе он славы не искал. Так и мы делаем. Ибо он крот и космирен. Что такое крот с тем? Он говорил. Это не тщеславие и не обида. Не тщеславие, когда тебя превозносят, когда его хотели взять царем сделать. И наоборот, не обида, когда тебя поносят. Он ни на кого не злился, все равно благотворил всем. Даже своим убийцам. И мы должны полагать души свои. Без пистолетов и без мечей. Просто полагать. Спиной или грудью, как сделал Христос. А кто имеет достаток в мире? Он Петру сказал, хочешь грудью, иди со мной. А рубить за меня уши не надо. Он ему не сказал, не иди за мной. Он ему сказал, что ты убежишь. Точно так же, как и все. Ты просто испугаешься. Потому что с мечом-то каждый может быть смелым. А без меча-то? Просто отдаться в руки зверей. Да, звери все. Ой, фашисты-звери. Да, а он кому отдался? Первый антихристы. Куда еще хуже-то? Мы грешники. Мы порой достойны, чтобы нас с лица земли-то стерли. А Бог был агнец непорочный. А это были сатанисты, значит, самые силы. Чем ты больше убиваешь святого человека, тем больше как бы на тебе грех, можно так сказать. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинным. Языком не смысл, что не надо добрым словом, да дух поддерживать, ибо это тоже любовь. А в смысле, что пустословить, пустым словом. Но делом, делами любви мы любим-то друг друга. Понятно, мы не просто празнословим. Только у кого-то помощь, ты слышишь, кто-то тебе взывает, брат, сестра в интернете, обязательно помоги, хоть 10 рублей переведи. Ты должен откликнуться на этот зов в сердце твое. А это тогда все нет в тебе никакой любви. Ты всю жизнь ерундой занимаешься, читаешь эти книжки, писания, ничего тебе это не дает. Бог познается любовью, сейчас мы это будем читать. Делами он познает все. Вот, мы верой оправдались. Ну и что ты оправдался? Ну хорошо, ну оправдался ты. Вышел из суда, и у тебя нет ничего, нищий. И пошел бомжевать. Оправдали тебя, выпустили из суда, хорошо. А счастье-то где? Человек счастлив, богатый, у кого все есть. Машины, квартиры, мерседесы, деньги, еда. А что толк, ты сюда вышел, нищим. Что за счастье, жизнь, ты пошел повесился. Дети мои. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог. Потому что Бог больше сердца нашего. И знает все. Он сердцеведец. Я вам говорил о чистоте, хождении перед Богом. Это очень важный момент. Тогда мы будем от истины. А если мы в сердце лукавим, мы не от истины. Неважно, ты можешь ошибаться, но ты сейчас должен быть честен собой. Тебя сердце не должно осуждать. Очень простой критерий. Ты сам себя не судишь. Павел в римляне говорит, вот эта фраза известная, блажен, то есть счастлив. Кто не осуждается, как там сказано немножко коряво, что выбирает. Помните, кто не осуждается, что выбирает. То есть когда ты делаешь поступки, и да, не накосячил ты, грубо говоря, и Бог тебя не обличает. То есть ты правильно поступил. Он говорит, блажен тот, кто не чувствует обличения, что-то творя. То есть все время поступай правильно. Он говорит, блажен, то есть счастлив такой человек, который живет в Боге. Бог ему все открывает. Вот так сделай, вот так. Тут, конечно, не обижай, но и не надо по головке гладить. Скажите человеку, это неправильно. И все. Он не обидится. Не надо всех там по головке. Просто мы обижать никого не можем. Возлюбленный, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем верзновение к Богу. Это вот то, о чем я говорил в этих смертах. Я же это не просто так говорю, не от себя чему какую-то. Просто чуть другими словами. Ты дерзновение к Богу уметь будешь. Ты будешь все иметь в доме Отца и будешь сыном Божьим. Только. А сын Божий в доме Отца. В доме Отца сын может, особенно взрослый уже сын, как он и сказал в притче, все твое, мое. Ты ко всему имеешь доступ. К жизни, к хлебу, к вину, к радости, к знанию, к защите, к исцелению, к чудотворению. Все. Чистота сердца очень важна. И чего не попросим, получаем от него. Потому что соблюдаем заповеди его и делаем благоугодное перед ним. Внимание. Да, как это? Какие заповеди? И полезли там ковырять из Ветхого Завета. Давайте весь закон опять. Ермого повесим на христиан. И будем опять. Это не вкушай, то не ходи, это не носи, всеми гнушайся. Да ты христовиду тоже заквашивай. Это там гнушались, чтобы вместе с язычниками не спать. И они все равно ввалились в это идолопоклонство. Детей в ламу своему сжигали. Но вы за это наоборот. Господь говорит, идите к грешникам, к язычникам. А если ты будешь верить, я тебе силу дам. В тебе не будет греха. Не будет у тебя соблазнов. Будешь с женщиной общаться, соблазнов блудания будет. Будешь с алкоголиками за столом сидеть. Тяги не будет к спиртному, даже если ты бывший алкоголик. Я дам тебе все. Иди заквашивай мир. Живи там, где ты живешь. Не надо обвинять, что грех меня соблазняет. Ты сам хочешь, значит тебе живет этот грех. Ты помолись, Бог тебя исцелит. У тебя не будет вообще тяги к этому греху, к любому. Какой бы тебя ни был. А заповеди, чтобы... Он сам говорит, не надо никуда. Не надо из другого места вырывать. Все проповеди поналепят из кусочков. Это и есть учение человеческое. Вот целиком читаем послание. Чего не попросим, потому что соблюдаем заповеди его. То есть надо чистоту сердца в соблюдении заповеди. И говорит. А заповедь его, он сейчас пишет все время об отце. Чтобы мы веровали во имя Иисуса Христа. То есть хлеб. Кто верует во Христа, тот есть хлеб небесный. А кто пьет жертвенно любит любого, тот пьет кровь его. Нового завета. Ибо он это и явил, жертвенно любовь. А заповедь его та. Чтобы мы веровали во имя Иисуса Христа. Раз. Или убили друг друга. Два. Все. Две заповеди. Две заповеди. Отца Небесного. Не Иисуса Христа, а Отца Небесного и Егова. Вот вам весь Ветхий Завет. Это все то же самое, что в Евангелии Господь говорит. Сам, вернее, даже законник и книжник. Причем в каждом Евангелии, кстати, разный человек стоит. И законник, и книжник, и фарисей, по-моему. Или учитель. Учитель Израилев. Во всех синоптиках всегда разные. Какая заповедь большая. И сами отвечают. И сам этот законник потом подтверждает. Да. «Люби Бога всем сердцем, всем помышлением, всем крепостью и ближним, как самого себя». И нет больше этих двух. И это больше всех всесожжений и жертв. Это говорит книжник, законник, который все там это ждет, сожигает и соблюдает. Вот Иоанн Богослов уже все обрезает все это. Ну и это сам Господь обрезал. Что в вере во Христа и любви друг к другу весь Ветхий Завет тоже здесь все. Потом об этом Павел будет. И вот все равно лезут туда, давай оттуда что-то выковыривать. Чего оттуда выковыривать? Дела любви. Просто делай. Любовь – это дела любви. Все, ничего сложного. И кто сохраняет заповеди Его, Бога Отца, тот пребывает в нем. И Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам. Все. Вот вам причастие. Соединение с Богом. Кто сохраняет Его заповеди, сохраняет, исполняет. Тот пребывает в нем. В нем, в Боге пребывает. Вот, ты пребываешь внутри. И Он в том, и Бог в нас. И мы в нем, и Он в нас. Ну вот это каша бытия, я говорю, видимо и невидимо, непознаваемое. Где там эта грань непонятная. Все. А узнаем это по духу, который Он дал нам. А это дух истины, праведности и святости, и благости. И плоды у него – любовь, радость, мира, вера. Все. По плодам узнаем дух. Четвертая глава. Ну так называемая. На самом деле мы просто дальше читаем. Потому что Иоанн Богослов еще пока говорит о любви. Возлюбленный. Не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога. Леони, потому что много уже пророков появилось в мире. Духа Божия, Духа Заболожения. Знаете так? Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Вот это слово во плоти везде. Везде. В посланиях от Павла. Поэтому кто ест плоть мою. Он говорит, слова мои – суть дух и жизнь. Когда говорит, это же Иоанн Богослов пишет. И Евангелие он писал. Поэтому кто исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, тот и ест его плоть. В другом месте у Павла мы читаем, кто исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Кто уповает на Христа, пришедшего во плоти. Вот этот во плоти. И там он говорит, кто ест мою плоть. Это же образ. Он говорит, мои слова – суть слова и духа. Он говорит, вот он. Узнаем духа. Испытывайте духов. И Духа Божьего в тебе узнаем. То есть ты вкусил, опять причастился. И как? Если ты исповедуешь просто Иисуса Христа. Даже не веруешь, а здесь слово исповедуешь. А я говорил вам в другом месте. Именно здесь он говорит, кто исповедовал. Не просто уверовал. Исповедовал, значит, крестился, по сути. Публичное. Это крещение. Все. Исповедь Иисуса Христа перед своими родственниками, ближними всем миром. И жизнь по этой заповеди. Это и есть вкушение плоть Его. Ты именно Христа, сущим над всем благом Боге любви, пришедшим во плоти, исповедуешь. Ты вкушаешь Его плоть. И там, и там слово плоть. Неужели нельзя математику элементарную, знаете, как есть? Если А равно Б, а Б равно С, то А равно С. Поэтому всякий исповедующий, верующий во Христа, пришедшего во плоти, и всякий, едущий мою плоть, имеет жизнь. Так тогда нельзя ли, кто верует, иметь жизнь? Все, уберите плоть, как взаимо... Как, знаете, этот я забыл, как называется, кстати, тоже математик великий. Ну да, вот это, как она называется-то? И все, взаимоисключаешь, вот тебе получается. Кто верует, тот имеет жизнь, кто исповедует. И прямых слов таких полно, конечно. Я имею в виду, что вот, совместите. Забыл, как это называется. Когда это, 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 это. Математики. Ну, математики в комментариях подскажут. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть. Вот тут, кстати, есть слово, надо есть, не есть Бога. Тут написано, не есть от Бога. Вот хорошо бы тут мягкий знак зачеркнуть и от убрать. Не есть Бога. А кто исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти... А, кстати, да, вот здесь надо мягкий знак зачеркнуть. Ест и от убрать. Жалко, я вот вас на компьютере не показываю. Как красиво получается. Гляньте, прям получается, что это причастие. Кто исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, вы сами откройте и увидите плоти. Зажеркните мягкий знак, сотрите резиночкой и слово от, приставку. Получается, ест Бога. А кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не ест Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Сатана никому не подвластен, в смысле, подвластен даже Богу. И мы никому, христиане, не подвластны. Если мы божьи, нас никто не тронет. Они от мира, потому что говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающие Бога, слушают нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Потому-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Все, очень элементарно узнаем. Человек исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Он ест плоть его. А как же человек пьет кровь его? Возлюбленные. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Вот вам о вкушении хлеба. Вот вам четвертая глава. Кто верует, это хлеб. А кто пьет кровь, тот любит. Возлюбленные. Дальше он опять начинает менять с повествования. Тут два раза возлюбленные с первого стиха в четвертой главе. И он сначала с третьего главы по одиннадцатый стих, он сказал вот в общую фразу, что веруете и любите. И расшифровывает. Возлюбленные. Кто верует, тот вкушает. Возлюбленные. Будем любить друг друга. Потому что, вот жалко, я люблю это на экране показывать, чтобы это видно было. Ну, мы потом на христолюбе, конечно, я когда буду читать эти послания, я все это покажу. Сейчас вот так вот в свободной форме, не ленись, получается, дублируем. Потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бог. Ой, родился я свыше или нет? Ты любишь ближнего? Решился жить в жертвенной любви? Ты родился от Бога. Потому что твои рождения проявятся в твоих делах. Дела это видимо. Оба с рождения, кстати, это не опять ни словом, как он говорит, или языком, люблю. А делами, когда человек начнет подвязаться в любви. Это все вокруг увидят. Это есть рождение. Рождение этого явления наверх плода, ой, наружу, в мир появления ребеночка. Все видят этого ребеночка. Его не видят когда в очреве. Кто не любит, тот не познал Бога. Что еще? Вот вам все богословие. Никаких образов, ни символов. Кто не любит, тот не познал Бога. Богословие. Теология. Почему я так назвал? Теолог, это просто греческое слово. Теос, Бог. Логос, знание. Мысли, знание и учение. Там сто значений у слова логос. Все. Поэтому я так насмешливый называю. Богопознание. Теолога, богослова, Иоанна. Кто любит, тот познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Любовь Божья, он опять дублирует. В чем? Там говорит, Иоанн Богослов пишет, как это называют, параллелизмами. Причем положительными и отрицательными еще. Причем их разделяет. И дублирует. И опять любовь Божья. Но он говорит, что мы любовь Божью познали в том, что он положил за нас душ. И опять пишет, что любовь Божья к нам открылась уже. Два раза повторяет. Можно уже не читать. Да, грубо говоря. Причем говорю, вот это можно вырывать некоторое реческое, потому что просто дубляжом. Он в голову нам вдалбливает, чтобы мы поняли. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного сына своего, чтобы мы получили жизнь через него. То есть опять образ любви, что образ отца, отдавшего там сына даже для нас, да. Опять образ невероятной любви. Мы же в этом познаем. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но он возлюбил нас и послал сына своего в умествление за грехи наши. Ветряка жуть какой. А, в Воронье же, как тураган был, походу, к нам летит. Ну да. Возлюбил нас и послал сына своего в умествление за грехи наши. Возлюбленный. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь его совершенно есть в нас. Все. Совершенство достигается в Боге. Совершенством любви к ближнему. Хочешь быть совершенным в Боге, усовершись любовью к ближнему. Делами. Чем больше дел будешь творить, тем больше будешь в себе любовь взращивать. Это же нормально. Чем мы больше на огороде трудимся, тем больше плоды одобряем. Поливаем, удобряем, поливаем. Что мы пребываем в нем и в нас? Узнаем из того, что он дал нам от духа своего. И тут надо Павла присукупить. А плоды духа, мы знаем, как узнается. Древо познавал, а это древо жизни. Я вам говорил, что дух святой, древо жизни. Иисус Христос, имя Бога. Если напишите в столбик, это все одного порядка. Это все опять символы и образы. Святость. Любовь, дух, Бог. Это все одно и то же. Крест, любовь. Христос, Бог. Имя, любовь. Бог, Отец. Сущность, природа. Чья Бога. Все там одно и то же. А не так, когда я им в столбик напишу, я вам покажу. Но вы и сами можете себе написать. Все о духу узнаем по духу, о духу по владам. И мы видели и свидетельствовали, что Отец послан Сына Спасителя мира. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог. И Он есть в Боге. Все. И Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И уверовали в нее. Мы познали любовь, что имя Бога – любовь. Мы признали сущность бытия. И уверовали в нее. Уверовали в любовь. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нем. Любовь для того совершенства достигает в нас, что мы имеем верзновение в день суда. Потому что поступаем в мире этом как Он. Как Он. Нам не нужны предания человеческие. Нам не нужны святые. Не жития святых. Нам нужны Евангелия. Как Он поступал. Нам не нужен даже Павел, Петр. Нам не сказано, как они поступали. Павел сказал, подражайте мне, если я подражаю Христу. Как я подражаю Христу. Как я. Если я никак не подражаю, не поступайте, как я. Как я подражаю. Если я подражаюсь. Нет, то нет. Нам даже неизвестно, смерть Петра и Павла специально не оставлена в образец. У нас есть смерть Христова, это крестная смерть, жертвенная любви. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенной в любви. Почему я вам говорю о смелости? Не просто тогда, вы теперь поняли, все оттуда же. Тот, кто живет нечистым сердцем перед Богом, не в истине, как мы читали, сердце его на самом деле Господь осуждает, что он не слышит его, он его долбит культами, что ты ничего не делаешь, ты там простоял 4 часа в этом капище и толку никого не сделал, никакой любви ты не причастился. Верю усовершиться очень легко, признай Христа сущим благим Богом, вот ты усовершился в вере. Все, на этом точка, дальше идет жизнь, а жизнь человеческая, она в уповании и в любви. А диванная вера, все, в ней легко совершится. Начинаешь со Христа Учителя, кончаешь познанием, что Христос есть сущий Творец, великого благочестия тайны. Все, на этом вся твоя вера усовершилась, познание, в единство веры, как Павел говорит, в единство познания совершенства веры. Все, на этом твое познание закончилось. Иисус Христос сущий над всем, неизменный, благой Бог-любовь. Все, вот ты пришел в познание совершенства веры, хорошо, а дальше что? А дальше ты приходишь в совершенство упования, как он говорил богатому юношу, там, там, или книжник, там, в разных Евангелиях. Это был образ упования, он ему сказал, иди исследуй, продай за мной, и все, исследуй за мной. Это образ совершенного упования, призыв к совершенному упованию. А говорит, подражайте Отцу Небесному, который подает и творит добро всем на свете, и злым, и добрым. Это образ совершенства в любви. Все, два вида совершенства, упования и любви. Поэтому, где страх, что внешний, что внутренний, там никогда не будет любви, там нет Бога. Потому что Бог есть любовь. Но совершенная любовь, Бог, когда в тебя Дух Святой изгоняет страх, тебе нету страха никакого. Ни за какого человека, ни за себя, ни относительно людей, животных, природы, бытия. Потому что страх есть мучения, боящийся несовершенен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И заканчивается, и мы имеем от него такую заповедь. От него теперь он говорит. Хотя он говорит, от начала Бог в раю, это и Христос одно и то же. И мы имеем от него такую заповедь, от него уже, чтобы любящий Бога, уже это как Христос говорит. Потому что там-то он говорил как будто от лица отца, и отец говорит, что заповедь та, чтобы вы веровали во Христа, в сына моего. А тут он заканчивает последним временем пришествием Иисуса Христа во плоти. От него здесь он уже Христа пишет. Вот опять же, кто-то может даже такие вещи путать. Но ведь понятно, что уже Христос как бы говорит, чтобы любящий Бога любил и брата своего. То есть, как они там же, он же говорил, фарисеев укорял, что вы говорите, знаю вас, у вас нет любви к Богу. Все они кичатся любовью к Богу, а брата ненавидят. Так что все, и дальше без контеста ничего не вырвано. А дальше Иоанн Богослов опять. Ну, конечно, даже это лучше читать все. Но тут уже как бы идет тема о воскресении. То есть, вера, надежда, любовь и жизнь. То есть, я есть путь, истина и жизнь. Потому что пятая глава опять начинается от всяких верующих, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Ну, в принципе, там он опять пролизм идет. Ну, вот вам, пожалуйста, с 3 по 11, который начинается. И вот вам благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Да, 11 стих, как красиво начинается. Ибо таково благовестие, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. То есть, от начала, от Бога в раю. И от него мы услышали то же самое. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Он не изменяем. Он и по предшествии сказал то же самое. Что запхути одну вам даю, чтобы вы любили друг друга. Все. Потому что, когда он пришел, в него уже как бы веровать апостолам не надо было. Вот он перед ними. Им надо было единственное, тоже уверовать, что он именно сущий Бог. Вот и все. Вот вам вся теология. Насмешка над глупыми, невежественными людьми, кем мы с вами все являемся. И трусами. Потому что надо просто признать, что все это ерунда. Все эти заповеди человеческие. И мы этим не любим. Не выдумывая их, не поощряя их, не лебезя перед ними. Все это заповедь одна. Люди друг друга. А любовь проявляется в делах. Этой любовью стяживается Дух Святой. Со всеми его свойствами. И возможно даже дарами. Надо опять не путать свойства и дары. Дары это в этой жизни. Потом никакие дары не нужны будут. Будем там все как ангелы на небесах. Бог это не дары. Бог есть Дух. С определенными свойствами. Он сам в себе, без всяких даров, блажен. Ибо он любовь, радость, мир. Поэтому мы стяжеваем его свойства. И по плодам по этим узнаем. Войдет ли Дух с дарами? Это, кстати, не к тебе Господь не обещал сто процентов. Кому-то дары Бог Дух раздает на пользу. Каждому для назидания в церкви. То есть для любви к ближнему. Это я вот там о дарах Духа, вы знаете, пишу ролики. И, кстати, может быть на лайве тоже запишу. Ну вот такие вот дела. Слава Господу за все наш ум. Он посреди нас сейчас всегда был, есть и будет. Он нас разумляет, наставляет, обучает, любит, питает, веселит, радует. Защищает, исцеляет. Дает нам все потребное для жизни и веселья. Хлеба и вина, заметьте, одни и те же образы всегда. Вот так вот, мои родные и любимые христолюбцы. Ну что, на этом заканчиваем. Надеюсь, вам это принесло пользу церкви. Я надеюсь, что это приносит пользу всем любящим Христа, всем христолюбцам. Ну а если вы христолюбцы, помните свою святую обязанность. Любить ближнего, как самого себя. Ибо все мы от одной крови. Все мы родня. Все мы друг другу. Все. И китайцы, и американцы, и самые-самые папуасного винеи. И самые негодные люди. Все покаятся. Какой-то будет этап, может быть страшный для кого-то второй. Но потом все придем и будем всячески во всем в Боге. И будет Бог всячески во всем. Ну все, что возблагодарим Господа за вас, за всех нас, что все нам подает. Всех нас любит. Своей любовью привел нас в бытие и не оставляет своим любвеобильным промыслом. Кому понравилось, кто считает, кто любит меня, ставим палец. Вот такой вот палец вверх. Кто не любит меня и кому не понравилось, ставь палец вверх. Ну, кто считает ролик полезным, делитесь с близкими, с друзьями, со знакомыми. Все мои канальчики наверху, адреса. Можете добавляться, подписываться, смотреть. Все мои контакты для связи ниже. Я всех всегда очень рад видеть, слышать, общаться. Во Христе. И не только иногда приходится. Но все равно всему свое время. Ну, а какие-то полезные ссылочки всегда тоже справа. Справа от меня. Все. Всех во Христе Иисусе нежно целую и крепко обнимаю. Пока-пока. Всех храни Христос. До встречи в новом ролике. Субтитры создавал DimaTorzok